Всем привет! За спиной у меня плоская крыша Мы ее утеплили, сделали систему слива воды Короче, если вы мечтаете о плоской крыше Смотрите дальше ролик, как мы это делали Всем привет! Угадайте, где я нахожусь Ну, одну секунду Это моя плоская крыша Если вы знаете, крыша у меня всего лишь с бетоном и железом Железобетон толщиной 2 см Ну, никак, стяжку на крыше нельзя делать Будет давление, вес будет увеличиваться Кто-нибудь знает, как легко утеплить крышу У нас она плоская, всего лишь под 2 градуса Но надо утеплить, чтобы холод сквозь крышу не попадал в дом Для этого мы придумали вот эти деревяшки Они будут держать давление на крышу Точнее, будут несущей основой Без бетона, а просто дерево Потом режем пенопласт И кладем его между этими блоками А потом будет основанием Градусом 2% класть в ОСБ Ее гидроизолируем Снег не протечет Холод не пройдет сквозь крышу В принципе, в несколько раз легче будет крыша Может, у вас своя идея есть Я такого никогда не видел Чтобы дерево, пенопласт и ОСБ Использовали для плоской крыши Для утепления и для гидроизоляции Напишите свою идею Поделитесь информацией Ну, как вы видите У меня за спиной много дерева Но он свежий Дерево обязательно надо обработать Огнебиозащита Чтобы он не испортился от влажности И чтобы он не сгорел Солнце у нас постоянно здесь Не дай бог, что-то здесь попадет Обязательно я все это обработаю Увидите дальше Какое у меня дерево стало Кстати, насчет ОСБ ОСБ это хорошо Потом еще буду прикручивать железо Как на заборе У меня крыша будет сверху железная Потом ОСБ Потом утепление То есть многоуровневая Может быть, еще пароизоляцию поставить Напишите в комментариях Так лучше сделать Пенопласт Дерево ОСБ И наши деревяшки Которые обязательно надо обработать Огнебиозащитой Био-огнезащитой Чтобы дерево не испортилось Чтобы оно не сгнило И чтобы оно, не дай бог, не сгорело Смотрите, как это буду делать Пенопласт Должно хватить Это только половина Другой еще в другой комнате лежит Вот еще Когда разгружали Посмотрите фото и видео Подняли на крышу и уложили брусы Или другими словами Ребра Или балки Размером 50 на 150 Прикрепили уголки Анкерами К бетонным плитам перекрытия Все брусы уложены под одну линию Вся линия под 2 градуса Сейчас, конечно, расход Вот с первого раза Дай, что получается И с другой стороны И с другой стороны Поднялся Я пока, что не пройду Красиво Еще дерево станет красным Пусть станет В принципе, быстро Можно так Залечить И держать Судей Надо еще где-то час-два Чтоб он в лесах И потом второй раз накраться Тебя заинтересовал, да, полетели? Не знаю Ну что, я не знаю Нужно выжать Нужно выжать Нужно выжать Нужно выжать Быстро Самое главное. Да. Быстро и эффективно, да? Они совсем разные становятся. Светлый, а этот, который коричневый, какой-то красный. Сделаем еще эксперимент. Посмотрим, какие деревяшки быстрее горят. Обычные обработанные, а не обработанные. Вино. Да, ощущение. Хочется вина попить на крыше. Ты что делаешь? Дерево продубаю. Подрабатываю. А что будет? Красотища будет. Смотрите, сейчас дует сильный ветер, но мы успели половину деревьев обработать условно за 10 минут. А вот сейчас можете сравнить, как выглядят обработанные деревья и не обработанные. Что скажете? Пишите в комментариях. А почему? Мы вскроем. Мы с вами всё. Мы слышим, сколько? Мы с вами. Мы с вами все весы, Мы всём, см grouped. все деревья обработали ждем пару часов пойдем обрабатывать вторым уровнем второй раз прошло два часа пришло время обрабатывать эти деревяшки для теста готовлю деревяшки первого и второго уровня защиты обрабатываю огнебиозащиты тебя снимают мы обработали деревяшки один раз то есть это огнебиозащита номер один обработал деревяшку два раза то есть там с моментом два часа между ними и простая деревяшка сравним какая разница между ними как они горят один раз защищенная обработана и два раза или просто деревяшка чё жаришь проверяю деревяшки защита огнебиозащита. Посмотрим, какая быстрее сгорит. Никакая. Проверим. 10 секунд. У меня уже 20. 20 секунд. 30 секунд. Горит. Ну и гасится получается. Да нет, ветер падал. Ветер падал? Хорошо, давай обычный. Посчитаем, сколько она. Она уже горит. Сколько получилось? 5 секунд. Убирай, она все равно горит. Дерево горит, убери. Сколько секунд больше? 30. Так, подача. Давай поближе ее подвинем. Вот так. 10 секунд. 20 секунд. 20 секунд. 30 секунд. Нет. Она тушится сама. Ну, тушится. Это как раз ей цель. Чтобы она не горела, не развивала огонь, а затухала. Ну, сравните с этим и вот с этим. Что лучше сгорело? Одно средство. Получается, мы это обрабатывали 30 секунд. Это обрабатывали 40 секунд. А это всего лишь 30 секунд. Ну, вот если перевернуть, оно тушится. А это прямо с пятой секунды начало гореть. Это тоже держалось. Но это одна обработка. Это две обработки. Это ноль. Что скажете? Поднимаем на крышу дерево. Еще на эту пристройку положим. Отсюда красиво. Ты что делаешь? Ты позерно ходишь, он с фоткой. Деревяшки. Крамплин для велосипеда делаю. Точно. Где велик? А вовы где два, кто-то стоят. Точно. Катаемся. Катаемся. Проводим испытания дерева. Сколько груза выдержит наша новая крыша? Сколько там килограмм? На крыше. Вы ввяшки? Да. Не дели. Не дели. Дай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, например, здесь Субтитры сделал DimaTorzok Плюс подготовить утеплители Приклеить их между деревяшками Потом еще нанести ОСБ Закрепить все стык в стык И потом уложить железо То есть гидроизоляция получается Утепление получается Смотрите, как мы это делаем Толщину утепления Сначала 10 сантиметров Потом 5 сантиметров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Замеряем Сколько нам нужно отрезать пенопласт Вот, 45 сантиметров Потрезаем десятку Первый слой десятку Сделем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажи, на что ты сейчас клеить будешь? Будем клеить на пеноклейке А бетон надо как-то очищать От этого белого все Это шпенопласт А сбоку надо еще клеи добавить Между ними В данном случае я хочу показать, что где будет Берем мы 5 сантиметровую Выкладываем между деревяшками Сажаем ее на пену Клей пены А сверху еще выкладываем 10 сантиметров По нормам В стране или в той территории, где мы находимся Норма это 15 сантиметров Чтобы холод не проник в дом Впоследствии мы еще берем USB В результате можно будет пройтись И сверху еще выкладываем покрытие железное То есть гидроизолируемое Вода не проникнет в дом Тепло останется внутри Пена будет все это держать Никаких гвоздей Посмотрим, что дальше будет Пишите вопросы, если они у вас есть На пену приклеили Утепление, утепление Дерево обработанное И USB обработанное И сверху еще железо Вот видите, здесь Там 1 сантиметр А там Угол 2 градуса Видите, сколько там территории Стараюсь Снимаю сейчас Зимой специально сюда приехал Чтобы снять Посмотреть И потом вам показать Вот зимой Снег на улице Все До метра снега На улице лежит А здесь Все сдуло Вот в этих местах Только Чуть-чуть Сохранилось Вон там В некоторых местах Но ветром надувает И сносит Они передвигаются Но внутри Нигде ничего не протекает Ничего не держится То есть Это все Спускается И вниз Сносится Прекрасно Здесь она может Чуть-чуть Впитывается Но Вот эти Места Мы будем еще Обрабатывать Это еще будет Наше направление Чтоб такого не было Мне нравится Пишите в комментариях Ставьте лайки Прекрасно Пока Субтитры сделал DimaTorzok